Фильм «Пандемия МД» режиссёра Валерия Жереги рассказывает, как COVID-19 повлиял на общество. Съёмки прошли в селе Иванча, Аргеевского района. И как отметил Валерий Жереги, картина отражает моральные устои общества, а 90% сцен переняты из личного опыта режиссёра. Вокруг моей жизни, лично моей семьи, в этом карантине, мы были в деревне, прожили туалеты, стали происходить такие события, которые нельзя было их не запомнить, чтобы их не превратить в сценарные образы и создать этот сценарий. Потому что было огромное желание поделиться со всеми, что с нами происходит в этом новом варианте, когда мы не готовы к тому, что нам судьба представила. Режиссёр Валерий Жереги назвал фильм «фреской наших дней», который отражает культуру и ценности народов, проживающих в Молдове. «Будучи зрителем в этом зале, то мне бы хотелось, чтобы присутствовала самоирония, чтобы мы могли на себе со стороны посмотреть. И тогда, когда, повторяю, когда есть желание, возможность призвать к диалогу своего зрителя, и он состоится, этот диалог, вот тогда считаю, что это удалось правильно подойти к своим мировоззрению, войти в этот мир». На премьеру фильма «Пандемия МД» в Камрате пришли около ста человек. Многие зрители отметили, что фильм глубокий, трудный и необходимо время, чтобы прийти к определенным выводам. А некоторые отметили, что увидели в сценах самих себя. «Мне понравилось, потому что и актеры хорошо сыграли свою роль. Это шедевр». «Имеет глубокий философский смысл. Через пандемию, я думаю, показано взаимоотношение между поколениями молодыми и кто постарше». «С одной стороны, очень тревожно, потому что мы тоже так же живем». «Для меня был немножко трудноватый, чтобы не успевал титры. Но в основном фильм исключительно. Я не знаю, это не первый фильм, наверное, у них, но исключительно». В фильме сыграли 62 актера, среди которых двое из Гагаузии. Это Марина Манджул и Михаил Резунец. Марина Манджул сыграла роль женщины-коменданчи, бывшей русской военной. Роль писала специально под актрису, учитывая, что ее родной язык – русский. И будучи театрала, Марина Манджул отметила, что роль в кино ей далась нелегко. «Я научилась работать на камеру, потому что в сфере своей деятельности на сцене, театральной сцене, когда живой контакт со зрителем, это происходит и минутно, мы видим взгляды, мы работаем. А тут нужно было работать на камеру. Партнера нет, но ты видишь через призму камеры своего партнера. Это не так легко. Я думала, что это будет легко, но для меня это было тяжело». В сопродюсерстве выступил продюсерский центр «Медиа Берли», исполнительным директором которого является Виталий Гайдаржи. По его словам, факт того, что Гагаузия получила возможность участвовать в национальном проекте, одна из главных премьер прошла в Камрате, имеет большое значение как для кинематографа, так и для гагаузской культуры. «Мы находимся в единой стране, и этот фильм, как ничто иное, вы увидите, что он показывает себе симбиоз тех национальностей и культур, которые есть в Молдове. Иногда гремучую, иногда такую трагикомичную, но она показывает как русскоговорящие, как румыноговорящие. И даже вы услышите там немножко и немецкую речь тех наших людей, которые работали за границей, и он показывает элементы именно объединения культур, и что язык не является проблемой, и в том числе и национальность не является проблемой». Работа над фильмом велась два года, а съемочный процесс продлился 24 дня. При этом съемки картины прошли при финансовой поддержке Национального центра кинематографии, выделившего 2 миллиона 200 тысяч леев.